Урок мужества, приуроченный ко дню памяти сотрудников Сергея Пасадского ОМОНа, прошел в Березняках. В центре внимания события в Чечне, конца 90-х, начала 2000-х годов. История не из учебника, а из жизни, из воспоминаний тех, кто в те годы служил и защищал интересы России. Старшие люди помнят события почти 20-летней давности, что творилось в стране. Чеченская республика полностью стала бандитской, не было власти никакой. Подпитка была со стороны. Другие страны передавали средства, обещали им независимость. Но о какой независимости могла быть речь, если там ни промышленности, ничего не было. Это был просто один из входов для того, чтобы раскачать ситуацию в России. Шли взрывы в Москве, в других городах, гибли люди. И поэтому и в 1998 году чеченцы во главе с арабскими террористами вышли за пределы уже границ Чечни, вошли в Дагестан. Россия не могла больше терпеть этого. И в 1998 году началась так называемая Вторая Чеченская война. В ДК «Юность» ребята из Близняковской школы, родственники погибших сотрудников посадского отряда особого назначения и жители поселения вспомнили события 2000 года, когда в Старопромысловском районе Грозного колонна Сергиево-Посадского ОМОНа попала в засаду. 58 раненых, 17 убитых. Всех этих ребят я знал лично. И до того еще, как создавался отряд, мы служили в одном управлении. Но вот те ребята, которые у нас были в отряде, это были настоящие мужики. Я очень благодарен вам, ребята, что вы тоже принимаете участие в этой памяти. Огромная к вам просьба такая. Не забывайте наших ребят и вообще не забывайте нашу историю. Я всегда говорил, может быть, я чьи-то чужие слова повторяю, но они мне нравятся. Если мы свою историю забудем, то мы будем кормить чужую армию. Вот этого на нашей святой российской земле быть не должно. Спасибо вам за то, что вы сегодня с нами. В преддверии урока мужества в Березняковском поселении прошел фестиваль рисунков «Живая память». Около ста ребят приняли в нем участие. Лучшие работы представили на выставке. Участников и победителей поощрили. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».